вот такой мы тюрьме сидим улучшены планировки вот дверь на прогулку которая выводит прогулочный дворик если будет пожар мы тут зажаримся если нас в него выгонят держать некуда за границей никого нет депортации подлежу на основании распоряжения министерства юстиции отдельно бы хотелось сказать о субсидии о содержании здесь администрация здесь оставляет лживые характеристики на бывших осужденных пишут липовые заявления в полицию об административных правонарушениях оказывая таким образом на нас давление разными способами пытаются усложнить пребывание субсид за 9 месяцев внутрь этого здания не попал ни один правозащитник и член общественной наблюдательной комиссии заходит только самопедстанция и прокурор никого как правило на беседу не вызывают душ три дня в неделю где должны помыться 60 человек за эти три дня одна лейка на всех и там титан стоит который тоже нужно нагреть еще успеть долгое содержание отсутствие информации представьте пожалуйста григорий вот григорий вы иностранный гражданин нет нет у вас есть родственники за рубежом куда вас собирается депортировать а связи с чем вас депортируют в связи распоряжения минюста распоряжения минюста нежелательности проживания так в россии у вас есть родственники жена дети граждане россии хорошо с какого времени вы здесь находитесь с 11 февраля 16 года вы довольны условиями содержания вообще не доволен связи с тем все и тем то что питание здесь во-первых это раз отношения второе и третье что вот за решеткой сидел видно что решетки понятно вот сейчас давайте переключимся к другому как вас зовут степан сергеевич степан сергеевич так вы иностранный гражданин нет то есть лицо без гражданства когда вы прибыли в россию в россию прибыл 11 лет назад 20 лет назад сколько вам было лет 11 лет документов никогда не было нет там куда вас собираются депортировать есть роста нет вообще а в россии все и мать и жена сожительницы они граждане россии понятно так ну у вас тоже распоряжение минюста как я понимаю так с как с какого времени так вы довольны условиями содержания нет надо нужно и питание здесь и обращение ну как это и как в тюрьме содержимся даже хуже можно сказать ходим на прогулку по времени камеры закрываются нас здесь закрывает на здесь ущемляют вообще в общем как в тюрьме даже в тюрьме по моему личными средствами можно пользоваться а здесь здесь нет вот у меня личные средства здесь лежат я не могу ими воспользоваться потому что они сказали что ну не могут они нам выдавать магазином заваривать я просил даже магазин сходить они заявление писал все отказались все вообще не отоваривают ничего вообще никак вообще как здесь жить я даже не знаю что делать понятно содержите здесь января до 14 16 понятно вот представьтесь пожалуйста здравствуйте меня зовут владимир вы иностранный гражданин я являюсь лицом гражданца понятно с какого времени вы здесь с 1 апреля 2015 года 2015 года так на каком основании у вас депортация после отбывания наказания вынесено решение министром россии по нежелательности нахождения на территории российской федерации родственники у вас есть в россии у меня отец гражданин российской федерации за границей есть родственники за границей у меня к сожалению нет никого довольно условием содержание сусик условно содержание недоволен категорически администрация здесь просто бездействует понятно понятно не относительно спасибо большое вам есть тоже что сказать как вас зовут в иностранный гражданин да то есть как иностранного вас паспорт какой был советский понятно в россии давно проживаете да с какого года с 94 решение о выдворении на выдворении там есть родственники нету в россии есть есть понятно с какого времени вы здесь находитесь 2015 год в мае месяце понятно вы довольны условиями содержания сусик тут никакой мере она не принимает понятно и это еще далеко не все тут как минимум человек 15-20 содержится лиц безгражданства которых некуда депортировать но и здесь им тоже жить нельзя что-то нужно с этим делать спасибо за внимание а